Приветствую вас, и не нужно думать, что ваша ситуация банальная и распространённая. Дело в том, что проблемы, даже если они имеют какие-то общие элементы с проблемами других людей, всегда индивидуальны, хотя бы потому, что у каждого человека есть свои особенности восприятия, и то, что происходит с вами, поверьте мне, уникально и неповторима по сравнению со всеми людьми, неповторима. Это первое, что нужно вам знать о вашей ситуации, то, что она уникальна. Дальше. Начнём с того, что ваш мужчина, точнее мужчина, который к вам предстоит, имеет свои цели на вас, имеет свои желания на вас, и просто так от них он не откажется, просто так он не отступит назад, просто если вы скажете ему вот, я не хочу, я замужем, и так далее, уверен, вы это уже говорили не один раз, он считает, раз он начальный, он обладает властью, раз он обладает властью, то люди будут делать то, что он хочет, и он так привык. И убедить его на чувственном уровне, на интеллектуальном уровне у вас не получится. Он захотел вас, он считает, что он вас получит любым путём. И потому здесь необходимо вам занять позицию, на самом деле довольно-таки трудоёмко поначалу. Начнём с того, что вы не даёте никаких, значит, поводов мужчине думать, что вы готовы вступить с ним в интимную связь. Он сам так решил, сам придумал и сам теперь это выполняет. и соответственно в этой ситуации вам необходимо, ну, как бы, действовать достаточно жёстко. Во-первых, игнорировать полностью своим безразличием его намёки, его слова не касающиеся профессиональной деятельности. Просто безразличного, просто полный игнор. Это единственное средство, которое может вам помочь. Потому что никто, абсолютно любой человек не будет постоянно биться в закрытую дверь и бороться с равнодушниками. Ради или поздно, без внешнего подкрепления, как позитивного, так и негативного, реакция человека либо заступнет, либо изменится. Вы своим постоянным отрицанием, своими негативными ответами мужчина лишь только подораживает и вгоняет его в адрес. Он считает, что раз вы говорите нет, значит, это да, но он чуть больше. Токи мужчин именно так воспринимают отказки женщин. Вам нужно включить бедоразличие, бедоразличие ко всему тому, что он говорит, не касающиеся деловых вопросов. Дальше. Если он начнет вас обнимать и, собственно говоря, приставать к вам, то вы можете легко и просто пригрозить ему подачи в суд или жалобы за домогательство, сексуальное домогательство. Это уголовное преступление, и если вы сможете это доказать, то мужчина будет привлечен к отрекасской ответственности и с него будет взыскан штраф и, ну как бы, наложены соответствующие меры пресечения. И вот тут вам нужно быть жестко. Потому что, если дадите поблажку здесь, то мужчина так и будет думать, что вы просто-напросто с ним играете. А если будете вести себя жестко, то поймете, что ваше намерение достаточно серьезное. Далее, о чем можно сказать, это то, что, если можно, то необходимо обращаться к вычистоящим участкам. Потому что в противном случае никак не получится объяснить и донести до человека, что он поступает неверно, неправильно. Ну и о заключении можно сказать, что мужчина, в принципе, если почувствовать себя ответным, ощутить себя ответным, то он может начать вам мстить, как и любой человек, не прощающий удар по самолюбии и погодности. А ваш отказ, если мужчина поймет, что вы действительно ему отказали. Именно это и породит в нем. Соответственно, вам нужно быть готовым к тому, что мужчина любую вашу оплотность, любую вашу слабость воспримет как роковую, как и так далее, и может уволить вас с работы или сделать вашу жизнь невыносимой. Поэтому тут необходимо уметь грамотно лавировать, управлять своими словами, своими поступками. И если вы хотите разграничить лично и профессионально, то вести себя вам нужно будет именно как профессионал, со всеми утекающими. То есть, если профессионал нарушает личную образованность у другого профессионала, то тот человек имеет полное право подать на него лаву, подать на него в суд и так далее и тому подобное. И абсолютно полностью игнорировать любые проявления непрофессионального поведения и непрофессионального общения. К сожалению, в данной ситуации это единственное, что вы можете сделать. В противном случае все так и будет продолжаться и далее. Наконец, следует отметить, что ваши отношения к Диму тоже играют вашу разную роль. Как вы к нему относитесь, как вы его видите, как вы его воспринимаете. Так вот, человек, который ведет себя подобным образом, вряд ли счастлив. Потому что, был бы он счастлив, у него была бы своя жена, у него была бы своя семья, в которой была бы гармония. Ничего этого нет. Значит, мужчина мечется, мужчина ищет себя, пытается удовлетворить свои потребности. Значит, этот человек, в принципе, и, в общем-то, довольно несчастный. А несчастного человека нужно пожалеть. Попробуйте изменить в нему отношения, попробуйте перестать смотреть на него внизу вверх или как на равного, а попробуйте осознать, что такое поведение является поведением несчастного человека, является поведением ребенка. Потому что он, как бы, знаете как, вот как ребенок, да, каприз какой-то, и он хочет, собственно говоря, обязательно получить желаемое. Вот так же, в принципе, ведет себя и ваш мужчина. То есть, он ведет себя как ребенок, а вам в отношении него очень желательно и нужно вести себя как взрослый. То есть, игнорировать капризы ребенка. Если сможет его пожалеть и относиться к нему как к большому ребенку, то вам будет легче выдерживать безразличное поведение именно с внутренней стороны. То есть, необходимо переотмыслить свое отношение к этому человеку и понять, что, в общем-то, им двигает, ну, на самом деле, либо страх, что он никому не нужен, что он не востребован, либо просто-напросто капризность и эгоизм. Да, в общем-то, тот является проявлением именно несчастных, несчастливого детства, несчастливой жизни человека. Потому что эгоисты – это люди очень несчастные, и их нужно пожалеть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарным. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok